Специальная военная операция как никогда актуализировала патриотическое воспитание подрастающего поколения. Тверская область не исключение. В регионе постоянно проводятся мероприятия, посвященные теме защиты Родины. Одно из них состоялось в парке «Россия. Моя история». И еще в сентябре в Твери был запущен проект «Вектор на будущее». Он направлен на подростков, попавших в непростую жизненную ситуацию. Это комплексная программа «Профилактика рискованного поведения среди детей и подростков». Это ребята, состоящие на школьном учете, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. И мы подумали создать такую, на самом деле, уникальную и интересную для них программу, в которой они смогут найти себя, найти свои увлечения, свои сильные стороны раскрыть какие-то и, безусловно, найти друзей. На этот раз в рамках реализации данного проекта подростков пригласили в парк «Россия. Моя история». В ходе военно-патриотического мероприятия директор Твери Госфильмофонда прочитал им свои стихи о войне. Ребятам нужно дать очень точное направление, потому что они же будущее нашей России. И поэтому вот эти вещи, о чем я сказал, оно главное. Здесь же перед участниками проекта «Вектор на будущее» выступили их же ровесники, которые увлекаются тэквондо, а также члены юно-армейского отряда «Сириус». Причем в нем есть не только парни. Например, Дарья Малахова занимается наравне со всеми. Так как я занималась рукопашным боем, приемы сложными не казались абсолютно. Для меня в этом ничего сложного не было. А вот марш-броски, как мы видели, которые у своих айтс? Марш-броски, там самое главное именно выносливость. И если тренироваться, с тренировками приходит выносливость и становится с каждой тренировкой все легче и легче. После школы Дарья надеется поступить в одно из военных училищ. Надеть погонами считает и командир отряда Дмитрий Шестаков. В том числе и поэтому изучает приемы, оружие, участвует в марш-бросках. Очень хочу попасть в спецназ. Прямо очень сильно. Либо в разговоре, либо в спецназ. Да, мечта есть такая. Готов или еще чего-то надо изучать? На самом деле, хотелось бы еще доизучать чуть-чуть в плане снаряжения и характеристики оружия. Что касается участников проекта «Вектор на будущее», то многие из ребят интересуются военной историей. Как, например, Екатерина Жуковская, которая недавно прочитала очередной рассказ о Великой Отечественной войне. Там рассказывалось о том, как жили дети на войне. Детям было трудно, дети, многие остались без родителей. Как их эвакуировали с полей боя. Неудивительно, что ребята интересуются и современной политической ситуацией. Активно поддерживают спецоперацию. Спецоперация была сделана, чтобы помочь мирным жителям, которых бомбила Украина. Руководитель регионального отделения Союза десантников России Юрий Теплов сам неоднократно бывал в зоне СВО. Причем в качественную помощь нашим войскам он отвозил не только провиант или экипировку, но и письма тверских детей. Ваши письма дают энергии больше, чем котелок каши. Силы, энергии и душевного самочувствия. Так что не забывайте, ребят, пишите, рисуйте, делайте посылки. Это очень дорого. Так что будет неудивительно, что среди следующих писем и рисунков, которые отправятся в зону СВО, окажется и работа кого-то из этих ребят.